Друзья, всем привет! Вы на канале ДжиДжи, меня зовут Влад. Сегодня, я надеюсь, финальная серия по доставке бетонных плит на склон горы, где администрация воздвигает буквы с названием ГОРД, чтобы привлечь больше туристов. На финал, как и обещал, взял сидельный тягач МАЗ с исключительно приводом на задние колеса, из вспомогательных опций только дифференциал, ну и в принципе всё. Еду немножко нестандартным маршрутом, который, знаете, так, длинная дорога к бабушке, к которой нужно было ещё пробраться, и даже сюда я пробрался не самостоятельно, я пробрался при помощи вспомогательной машины технического назначения, и помимо того, что, мне кажется, я даже вот сюда вот не влезу, в эту лужу, сейчас он будет меня тащить, у меня ещё проблемы с топливом, то есть было 350, осталось 167, и в техничке тоже топлива мало, поэтому, возможно, понадобится третий грузовик. Все машины, которые сегодня будут фигурировать от автора Янсерс, включая и прицеп, смотрите, какая клёвая история, так же, как и помните, у нас была просто с бортовой машиной, я могу открывать, закрывать борт, это удобная тема, если, к примеру, была хорошо развита система погрузки вручную через тот же самый вилочный погрузчик. Ну, так как всё это через одно место, это просто такая красивая визуалочка. Итак, моя задача сейчас уйти вот сюда, на второстепенку, пройти вдоль асфальта, потому что по асфальту я точно самостоятельно не проеду, там есть размытые участки дороги, и выбраться на вот такой машине будет крайне сложно. Отчасти, поэтому я взял техничку себе в помощь, сразу её пригнал. Возможно, появится и третий грузовик в виде автозаправщика. Ну, пока Мазик-то, кстати, неплохо проехал. Из шин у меня установлено так же, как и в прошлые два раза, это наш любимый курс шина, который неплохо чувствует себя вот в таких ситуациях, но всё-таки две связки плит и всего лишь одна задняя ось с приводом. Смотрите, ещё впереди небольшое испытание, но там вроде бы поменьше, мне кажется. Здесь, наверное, точно проеду. Если уж мы вот здесь сейчас прокатились, да, то тут точно должны. Дорожка идёт вдоль асфальта, и по старой доброй традиции, как я в последнее время говорил, нечего кататься по асфальту. Так, что-то мы как-то замедляемся. Всё, что ли? Так, а если заднюю дать? Такое впечатление, как будто он передней осью зарылся, и на этом всё. Если вот так вывернуть... Не, не хочет. Друзья, вот такая у меня сегодня суровая техничка. Выглядит безумно монструозно, особенно ещё с вот этим дополнительным погрузчиком. Давайте включу дифференциал. Топливо 142 из 550, но с лихвой хватит, чтобы достать наш автопоезд из той лужи. Скорее всего, если дальше будет дорога с вот такими же небольшими заводьями, придётся бежать за цистерной, потому что, ну... Долго я так себя доставать не буду. В конце концов, придётся забрать топливо у машины технической поддержки для того, чтобы наш автопоезд, опять же, тягач, двигался дальше. Прикольная картинка, кстати, может получиться. Давайте первую заберу в копилку. Очень суровая машина. Так, аккуратненько сейчас попробую подзабраться вот сюда. Надеюсь, лебёдки хватит. Не зацепились. Ну и на третий гудок, как обычно, ещё одна клёвая фотка может быть. Легко выехал, да? Прям... Видно, что прям совсем чуть-чуть ему не хватало, скорее всего. Надо было на техничку поставить маячок. Есть такой круглый, очень прикольно смотрится, причём на маячок можно даже поставить ещё и небольшую решёту для защиты. Так, глушу эту машину, ставлю на ручник, пересаживаюсь. Поворот, конечно, там такой немножечко неудобный. Надо брать заход побольше, как я говорил. у вот этой машины морда очень лёгкая. Так, див. Морда очень лёгкая и того и норовит куда-то пойти по не той траектории. Ай-яй-яй-яй-яй. Слишком большой радиус. Классика. Можно было, конечно, взять трёхосник. Для такого груза он был бы более подходящий, то есть морду не так бы кидал из стороны в сторону. Но померил, посмотрел по прицепу и для трёхосника вот этот прицеп уже кажется очень коротким. То есть ему нужно что-то более длинное для того, чтобы визуально машина смотрелась красиво. А вот для короткой базы как раз самое оно, видите, как очень гармонично. Вот это, кстати, дорога идёт двумя маршрутами. Я сейчас где-то впереди будет, по-моему, развилка. Я буду уходить направо, чтобы идти параллельно асфальту. А налево дорога пойдёт наверх вот здесь на горе стоит базовая вышка. Готовая, сделанная на втором канале. Я её уже открыл, ездил, по-моему, на двух машинах. Это такой клёвый пикап. Если я не ошибаюсь, Toyota Tundra, ну, естественно, для консоли она как-то называется по-другому. И второе, туда также добирался и бурлак. Поэтому, если чего, переходите по ссылочкам. в каждом видео есть сноски на актуальные дополнительные, опять же, каналы, где я выкладываю фото и видео. Это и Телеграм, и ВКонтакте, и второй Ютуб. Разогнался, раскочегарился мазик. Я думал, что будет сложнее, но благо дорога идёт откровенно такая простая. Вот, кстати, на заднем плане базовая вышка. Небольшой снежок. Давайте попробую проехать. Немножко сбавлю скорость. А, слушайте, здесь ещё, по-моему, вода, что ли. Так, а что с моим мазом не так? 83 литра. Вязнет просто, или... Давай-давай, аккуратно. Друзья, по-моему, мне снова нужно бежать за техничкой. Давайте заберу вот этот кадр в копилку и плавненько сейчас... Давайте ещё раз попробую. Не, начинает буксовать и плавно побегу за, опять же, машиной технической помощи. Всё-таки очень сурово, брутально выглядит вот этот вездеход. Смотрите, насколько он крут. Но для такой машины здесь откровенно очень легко. То есть, это прям вот бездорожье должно быть категории топ. Медленно, красиво передвигается, очень визуально хорошо сделанные модели, об этом я уже неоднократно говорил. вот прям не то, что твёрдую пятёрку Янцерсу можно поставить за эти наборы, а смело, не знаю, из пятибалльной максимальной шкалы здесь ставить 20, наверное. Красиво смотрятся автомобили и очень естественное поведение. Впереди уже показался наш грузовик, застрявший в снегу. И если у нас с вами всё получится, то к буквам я сегодня постараюсь заехать с противоположной стороны. Мы заезжали с вами со стороны гаража, со стороны городка, где ведётся съёмка, а здесь мы заедем со стороны противоположной от берега с другой и со стороны моста. Ну, короче, вы увидите всё. И там, если я правильно помню, должен быть более крутой подъём по высоте. Он более короткий, такой не видный. Так, давайте подзаведём тягача, а просто пойдёт наверх. Поэтому дорога должна быть более крутой. Давайте немножко добавлю газа, чтобы он там сейчас не подзастрял у нас. Старается тоже, смотрите, выкапывается. Надо быть уверенным, что я точно оттуда выехал. И куда-нибудь вот сюда уйду, ближе к дереву. Что-то надо решать, друзья, с топливом, потому что, ну, вот здесь у машины 100 литров. интересно, дотянет. Не, не дотянуло. Вот это вообще 72. Дифференциал, надеюсь, поможет нам сейчас забраться в горочку. Да, машинка сразу поехала. Баки у меня уже становятся красными. но и нам в принципе вот ну совсем немножко вот впереди по-моему как раз будет развилка. Налево она пойдет к вот той вышке плавненько опять же. А мы с вами уйдем направо в сторону съезда к асфальту. Блин, елка, что завалилось-то? Я тебя почти не трогал. Какая-то стоянка здесь. Вон две машины стоят. Так, но нам с вами вот туда нужно. Добавлю немножко. Потому что вот там по-моему тупичок просто как какой-то паркинг. А вот здесь уже дорога более такая прокатанная. 59 литров друзья. Интересно до асфальта это хватит. Ну что-то можно видеть как его немножечко так ведет в сторону. Опять же большая нагрузка на заднюю ось. если что возможно что-то мы конечно перельем из вездехода и нам повезет что подъем к буквам будет вот опять же с другой стороны более-менее спокойный то есть я просто возьму и заеду. Я сегодня уничтожитель елки один из моих подписчиков начнет опять подсчеты. Артем я не нарочно это все маза. Так выезжаю на асфальт опять же по асфальту там вообще никак не проехать потому что есть отрезок с разбитым элементом и мне кажется что вот только вездеход там проедет не говоря уже про вот эту машину с приводом на задние колеса давайте перейду на автомат 43 литра и как назло никаких машин никаких заправок насколько я помню здесь нет то есть придется где-то брать себе топливо впереди за мостом уже показались наши буквы которым мы доставляем груз видите как я говорил подъем более крутой он не идет такой извилистой дорожкой вот как там и даже вот здесь я сейчас что-то как-то побаиваюсь поворачивать кстати красивый кадр давайте заберу в копилку можно еще наверное вот так сделать еще с топливом 33 перейду на понижайку на дифференциал по-моему булыжник у нас где-то там да под задними колесами он хотя с другой стороны может быть и не в нем проблема так а если уйти немножечко правее вот сюда чтобы камешков у нас не было ага а здесь очень большой склон идет и я сейчас на него плавненько сползаю не очень хочется вот здесь я сейчас все топливо это кстати оставлю 22 литра смотрите как вязнет так ну что давайте тогда побегу за наверное заправщиком будем как-то машинку отсюда доставать ну или двигать вперед друзья вот такое сегодня у меня топливо возу обратите внимание насколько хорошо автор подошел к реализации модели есть возможность установить вот такой глушитель который по правилам на бензовозах ставится спереди ну и естественно не забыл про маячок буду выдвигаться эта модификация с полным приводом как раз аналог второй машины которая у меня везла также плита и я сейчас попробую проехать по цивилизованному участку чтобы у вас было понимание для чего с этой стороны мне потребовался вездеход потому что автопоезд частично шел по асфальту вот здесь самостоятельно в некоторых местах он бы просто кстати клевый кадр давайте заберу не проехал что-то срамы у него творится не ладное мигает так включу сразу полный привод здесь наверное по правой стороне будет удобнее пройти это небольшой опять же бронда дальше будет хуже так вот здесь надо тоже быть аккуратным возможно хоть небольшая с виду ямка но она может быть очень глубокой так что я ударюсь бампером давайте прям малым ходом вот о чем я говорил глубой то мы его и достали полный привод не вижу что там происходит с другой стороны кабины видите одна за одной вот такая вот яма слушайте а я очень кстати практически деликатно ее объехал вот это локация откуда мы с вами начинали и вот посмотрите вот идет первый участок опять же на котором не получилось бы проехать самостоятельно на автопоезде обязательно мне кажется бы здесь он подзастрял и впереди будет еще один участок но тот вообще очень жесткий там нужно идти в обход а в обход это через местную речку здесь благо полный привод пускай даже и на наших вот таких городских шоссейных колесах но зато все машинки разные выглядит очень прикольно и как раз опять же вездеход плюс вот этот топливовоз это одна модификация немножко разные подвиды которые находятся в одном наборе но из вот этого грузовика также можно сделать очень суровый на тех же больших покрышках что и та машина вот про этот я участок говорил давайте подъеду поближе вы посмотрите почему с этой стороны я не поехал напрямки а поехал в обход видите какой резкий спад и мне кажется даже вездеход здесь бы не проехал хотя есть хитрый объезд друзья смотрите побыстрее немножечко ускорюсь вот здесь там где мы с вами находили улучшение есть небольшая зона объезда вдоль речки интересно все таки если запихнуть сюда вот такой маз одноосник сзади с приводом на задние колеса вот этому объезду получится проехаться или нет тоже клевый кадр даже можно подумать с какого ракурса его взять допустим вот так булыжник так булыжник давайте в эту сторону дам включу дифференциал чтобы ехать немножко увереннее без него мы тоже бы проехали только чуть медленнее но обратили внимание как быстро у меня закопался тот тягач прям раз и все ну а с рамой что-то по-моему с текстурами сколько я уже еду до конца что-то как-то не прогружаются да объехали видите какой развал ой-ой-ой засмотрелся немножко поэтому даже по геометрии не каждый грузовик там сможет просто взять и проехать чуть добавлю скорости еще один кадр забрал в копилку вот и наш застрявший старичок единственный вопрос как бы мне ему подсобить то так я и сам наверное туда не смогу сейчас заехать уж больно крутой получается подъем хотя с другой стороны давайте сейчас заправим сперва 18 литров у нас осталось что если попробовать кстати вот дернуть его назад закрепились подзаведемся ну и на третий гудок вытаскивает нормально так знаете что хочу сделать хочу вот этот топливовоз попробовать пропустить вперед и если сейчас наш второй грузовик подзастрянет этот сможет его протолкнуть вперед да здесь и диагоналочка такая хорошая видите как он подраскопал наверху сейчас будет сборище мазов потому что у меня стоят еще старые машины с рейсов и вот этот сейчас снимаю с ручничка подзавожу автопоезды пытаюсь подзабраться не перевернуть бы его а все к этому и идет так а если сейчас аккуратненько прям в упор его попробовать не крутится смотрите у меня колесики не хватает ему потрогали бампер все-таки зато зато не-не-не-не-не-не-не что ты будешь делать плиты конечно у нас распаковались еще одна клевая картинка в копилку пересяду в эту машину вроде бы стоит неплохо да вот именно что стоит не хочет он ехать давайте попробую подзацепиться а вот этот маз второй давай еще 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 я отцепил уже трос видите не хватает ему очень тяжелый кузов что-то прям капитал как-то засели туда давайте попробуем может быть сделать ход задом наперед я сейчас присяду в эту машину и попробую подцепиться так лебедка штатная не хватает мощности но он уже сдвинулся видите немножечко так что бежать за вездеходом что что будешь делать все там тоже булыжник так побежал я тогда друзья за вездеходом смотрите как хорошо стоят они да застрял он прицепом прицепа там прям вообще по самое небалую колеса ушли и из-за этого скорее всего он и не может выехать буксует машина вы посмотрите что творится не хватает кстати вот может быть обложка хорошая да что скажется заправляюсь так источник 48 литров превращаются в 550 сейчас буду пробовать вот на этой машине давайте прям знаете как сделаем не дотягиваем пока блин как бы его не перевернуть только сказал я прокинул красавчик нам бы немного вот сюда подтянуть чтобы он выровнялся может быть перевалился вот на эту сторону попробую так вот столкача это сделать не падай злачное место очень злачное так ладно давай мазик давай а мы по-моему его вытащили оттуда да ну сейчас посмотрим да друзья мы его вытащили но я сейчас конечно на ручничок встану закреплю груз пока помню вопрос не съедет ли он сейчас давайте попробую прямо отсюда запустить прикрепить вот так наверное сделаем с вами да из ямы выехал видите и поехал сразу мы сейчас упремся в ту машину я быстренько стукнул сюда как это выглядит из кабины это выглядит кстати очень очень страшно ты понимаешь что перед тобой большая цистерна с топливом пересесть огромные булыжники меня это немножко напрягает потому что тот как раз в эти места то и будет засаживаться так дотянулись да слушайте просто в яме он там подзакопался и не хотел никак из нее выбираться ну что ты будешь делать хорошо если мы аккуратненько сдадим назад и попробуем уйти вот сюда вот этот булыжник ему мешает выпрямились дали побольше мощи машинка сразу поползла дальше ну сейчас ты чё понятненько камни это моя боль терпеть не могу эти булыжники под колесами да я думаю наверное как и каждый сейчас прицеп еще у них упрется надо набрать немножечко ох спасибо спасители что вытащили меня из этого плена подняться то вот совсем чуть-чуть вон уже буковки наши как говорил в прошлых роликах на втором канале это поручение я уже сделал и на тот момент была анимация по появлению вот этих букв но проблема в том что все это делалось без звука интересно с того момента что-то произошло потому что по-моему никаких обновлений для SnowRunner не выходило и значит у нас сейчас тоже будет такая тихая история наверху у меня стоит еще два маза которые в случае чего сейчас могут мне вот здесь на подъеме помочь я пока верю в свой грузовик давайте еще раз проверим что может быть скорее всего банально клея может быть тяжко ему прицепом упирается сейчас попробую больший заход сделать не быстро сегодня да но с другой стороны мне кажется такая история и должна быть потому что когда все непросто во-первых вам нравится вы любите когда у меня засады ну и самому тоже да что ты будешь делать и так не хочешь ну давай 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 немножечко немножечко так ставим на ручничок бегу за другими грузовиками вот этот автомобиль аналогичен нашему заправщику но идет только с бортовым кузовом тоже полноприводный слушайте а здесь прям я бы сказал так тяжело смотрите какой подъемчик и мы вон только на том подзастряли жестко идет машина пустая прям потряхивает душевненько давай 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 Немножко разгону себе дам Сдвинули Сдвинули мы его? Да, тяжело Прям не хочет Еще немножко Давайте, братцы Нам чуть-чуть осталось Да Все, сдернули его с места Не подзарыться бы вот здесь, конечно Прошло Да, пустой машине, конечно, очень тяжело Еще и в горку, конечно Это прям вообще Интересно, а может быть он сам поедет? Хватит у него Или, допустим, сейчас, знаете, как Сделаем наоборот Да, вообще легко Смотрите, как пошел сразу А самостоятельно не едет Чему очень комфортно А я пытался его сдернуть При помощи той машины Немножечко он подзастрял Сейчас пойду Вот в эту сторону уходить Чтобы прицеп здесь проехал Иначе есть шанс Хорошечно завалиться Вот о чем я говорил Вот этот подъем, конечно, он такой Немножечко опасный О, поехал Есть зацеп Давай, Курск, шина Мы в тебя верим Да куда ты прям под колесо-то мне лезешь? Что это подставляется, а? Ты глянь какой, а? Шо эти скандинавские камни Еще и с двух сторон залезают? Выворачивает его Просто невероятно Давай, Мас, давай Сможем Если что, дернем сейчас Вон впереди техничка Ну, кстати, нормально Да За раму-то мы Закрепились Может быть Это и лучше, но А теперь Переключимся Немножечко Так Дифференциал На помощь Вот смотрите Сам выехал Вот засранец, а Там впереди-то ехать собираются? Я уже на лебедке практически натянул Так Вот там как раз Дифференциала-то и не хватает Я все-таки верю, что он должен Затащить самостоятельно сюда Еще один клевый кадр ловлю Дифференциал-то и не хватает Финальный подъем Давайте, друзья, давайте Через сугроб еще Пытаемся пролезть Проехал Проехал На прямке идет Сейчас еще заедем Здесь, конечно, будет сложно Немножечко Разбил я его все-таки Оп О Такое впечатление, что Вторая машина Вообще не помогает Небольшой фриз на сохранение Сейчас прицеп зацепится За опору Да, сегодня много Приключений Ну давай уж, старичок Финальные метры Ты должен проехать Самостоятельно Мы сделали это Ну что, финальная разгрузка Три Четыре Четыре Я же говорил без звука Опа Ха-ха-ха-ха Тридцать одна пятьсот Упало ко мне в копилку Я надеюсь, хоть покрою все расходы На транспортировку Всех вот этих грузовиков Друзья, ну что Ипопея по доставке Всего необходимого груза На вершину закончена Отдельное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца Вот прям большущее-большущее спасибо Рейс был большой, тяжелый, сложный Таким, каким я его и хотел Даже, может быть, немножко с перебором Но, если вы разделяете такие поездки Ставьте отдельно лайк Вдруг вы еще не подписаны на мой канал И по какой-то счастливой случайности Посмотрели именно этот ролик Не забудьте подписаться Ну а я буду с вами прощаться Всем удачи, всем пока И увидимся в следующих рейсах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok